Калуга-Динамо-Брянск. После матча его пресс-конференция. Константин Хазвевич Зуцев, главный рейнг футбольного клуба Калуга. Ваши комментарии после этого поединка. Понятно, что неудачное окончание его. Какие мысли? В целом задача была в большей степени противоборствовать силовому давлению, которое соперник оказывал. Мы предполагали, что, наверное, где-то в единоборствах команда из Брянска будет помощнее нас. Но я не думал, что настолько мы просядем во втором тайме. Конечно, очень большое, много свободы позволили линии обороны, средней линии соперника. Часто мячи начали доставляться в нашу штрафную. Понятно было, что рано или поздно это приведет к каким-то опасным моментам возле наших ворот. Но в целом ребята, наверное, с этим-то как раз давлением штрафной справлялись. А вот два дальних удара, которые привели к голам в опорной зоне, наверное, не хватило подвижности, может быть, человека, для того, чтобы заблокировать эти удары. Конечно, расстроены по поражениям. Вывод можно сделать, что та энергозатратная игра, которая была на кубах у нас с Велесом, не смогли мы в должном мере восстановиться после нее. Я думаю, что здесь это сказалось на результате матча. Плюс травмирован Евстигнеев. И в начале второго тайма попросил замену Домшинский. Это тоже ослабило нашу игру. Наверное, если эти ребята были бы в строю, все-таки то давление, которое у Брянска оказывало, было бы меньше значительно. Обидное поражение. Особенно обидно проигрывать, когда на последней минуте добивается гол в наши ворота. Нужно делать выводы, двигаться дальше. Я думаю, что разобраться, в чем причина такого состояния футболистов. Я не скажу, что у всех, но, к сожалению, у многих поправить что-то, может быть, в тренировочной работе, каким-то образом воздействовать по-другому на игроков. И больше не попадать в такую ситуацию, когда соперник владеет преимуществом на нашем поле 45 минут в матче. Можно сказать, что удача сегодня была также на стороне Дидамо, потому что, особенно, первый гол, таких не часто видишь. Да, фантастический гол, согласен тут, конечно, удар удался, соперник очень красивый. В целом, конечно, такая горечь есть от поражения, с другой стороны, и у нас моменты какие-то возникали, у ворот соперника. Мы не доиграли при счете 1-0, было два хороших момента, не смогли воспользоваться. Если счет бы стал другим в первом тайме, возможно, и ход матча был бы совершенно иной. Поэтому здесь комплекс проблем, но в целом основная и ключевой фактор, на мой взгляд, это все-таки физическое состояние, которое было у команды. Коллеги, спасибо большое.